Дерина, здравствуйте! У вас прошел суд, вот такие главы, точка 3, часть 3. Расскажите, как он прошел. Ну, это полнейший цирк, конечно. Наш суд самый честный, там, как, гуманный суд в мире. Ну, мне просидели 35 тысяч. Это несмотря на то, что у нас политика, политика государства направлена на охранность семьи и детства, да. У меня был предоставлен документ о том, что у меня на изделении несовершеннолетний ребенок 3 года, но судья, то есть минимально 30 тысяч, да, максимально 50, мне все-таки 35. Я так удивилась. Была еще у нас надежда все-таки с моим адвокатом, что, может быть, и половину, что было как-то в случае, 15 тысяч присуждали. И у меня теплилась вовремя надежда. Но 35. И я это связываю с тем, что, конечно, не только, особенно свидетели, наши сотрудники полиции, меня очень развеселил свидетель со стороны ППС, как муж был вот этой патрульной, который не мог мятно вообще что-то произнести. Он читал по телефону, потыкался, запинался. Ну, судья заметил мою реакцию, да, вот такую вот, и когда он не мог произнести, не от того, что он, да, от этого дефекта, потому что он не может прочитать даже это, я ему подсказала, что это не так. Вот. Ну, наверное, это судью как-то разозлило, что я так спокойно, и потом после телеческих этих показаний, которые выглядели, ну, она это, стояла там, ну, она это, ну, а что, а я подошел, а, в общем, я как учитель, он мне напомнил за счет одного из моих, ну, некоторых вид моих учеников, которые вот, и я просто так и хотела ему подсказать, поддержать мальчишку этого, а, ну, мальчишка в кавычках, да, понятно. Ну, и поэтому 35. Вот так. Ирина, вот это ваш был первый суд? Первый, вообще, впервые в жизни, для меня все вновь, там микрофоны, конечно, там вот все так это, так интересно было, да, ну, вот впервые в жизни я вам. Была информация о том, что в отделе полиции вам там говорили о том, что вас хотят закрыть в карцах? Вот это вот сотрудник вот этот вот ППС, который, ну, я не знала, что это сотрудник ППС, я думаю, мало ли кто он, он меня вез, пока он меня вез, что он, значит, несколько раз говорил экстремист, и по телефону он такой, я везу экстремист, я везу экстремист, для него это было вообще. Потом, когда мы вышли из машины, оказывается, я пыталась открыть дверь, там не работает, я, ну, все понятно. Значит, я там с другого, вылазила с другой двери, и перед тем, как вы в вашем отделении полиции, он мне про 8 лет, кто надоумил выйти, и, а что, 8 лет на Донбассе, я говорю, да ужас был, мы вот промолчали эти 8 лет, мы там пустили просто. Он, ну, тоже, в карцер ее, а я как в первый раз, я же не знала, мало ли там, мне еще экстремист паяют там, мало ли там, что у них там сбрендило, может, какое-то новое постановление, которое вот только вышло вообще всех-всех, даже там, как в Москве, да, вязать там, поэтому, ну, больше нет. А, он еще, да, он несколько раз, именно этот, опять же, сотрудник, подходил, там, девушка сидела, что-то печатала, работала, он к ней подходил несколько раз, и говорю, за повторное по этой статье уголовка, да, а за повторное точно уголовка, да, по этой статье. Вот, вот, несколько, несколько раз, это упоминал, вот громко, четко, я, чтобы я это себе убоила. Спасибо. Спасибо.